Девочка, иди сюда. И с такой ухмылкой, вот прям жуткой какой-то. Мразь, я тебя найду. Тогда я в первый раз увидела мужское достоинство. Нужна энергия. Всем привет, ребят. Меня, как всегда, зовут Ната. И добро пожаловать в новое видео. Сегодня вас, как всегда, ожидает интереснейший, криповый историй из реальной жизни, который вы мне присылали в директе в инстаграме, а также в комментариях под видео. И воспользуясь случаем, скажу, что я очень жду ваших историй. Если вам есть что рассказать интересное про то, что с вами случилось страшного, необычного, странного в вашей жизни, то, пожалуйста, пишите в комментах. Либо, если вы хотите мне что-то очень длинное рассказать, то пишите в личку в инстаграме. Speaking of, так сказать. Вот он мой инстаграм, его тоже можно зачек посмотреть. Как там, что там, вот истории каждый день, посты, вот там, вот такая фото, ну, прикольная. Также вы можете заранее поставить лайк под этим видео, потому что я минут пять пыталась сделать прическу, у меня ничего не получилось, и я не сделала ничего. Также у меня есть телеграм-канал, где я делюсь различными вкусами монстра, и пишу на них ревью, и вообще делюсь интересными историями, поэтому чекайте. А я постараюсь не корбиться и рассказывать ваши истории. И хочу сразу предупредить тех, кто здесь вдруг впервые, все истории я рассказываю от первого лица. Будто бы они произошли со мной, но они произошли с вами, вот, потому что мы так когда-то давно-давно решили, и вот так уже все привыкли. Эта история произошла где-то в конце октября. Был выходной день, и мы решили с подругами как-то встретиться, поболтать, так как очень давно все не виделись. Но тогда мы не учли один небольшой факт, то, что на дворе карантин, и большинство мест, в принципе, закрыто, поэтому мы решили пойти в одно особенное местечко, про которое я сейчас расскажу, посидеть просто там. Летом мы там постоянно сидели, но так как на дворе уже была осень, это было такое довольно необычное решение. В общем, это местечко находилось практически в центре нашего городка, возле реки. Если вкратце объяснять, это просто столик со скамейками, где часто люди сидят компаниями. Ну и мы подумали, а почему бы туда не пойти, ведь сейчас не лето, и явно там никто не будет сидеть. Ну, вероятность крайне мала, что там, в принципе, кто-то будет тусить вокруг. Нас было всего четверо человек, то есть я и мои три подруги. Мальчиков никаких не было с нами. Время было около десяти вечера, и когда мы пришли туда, там, собственно, никого и не было. Мы сидели, говорили, что-то смеяли, слушали музыку, снимали какие-то видосы. Фонарей вокруг не оказалось, поэтому мы подсвечивали всё фонариками из телефона. В общем, прошёл где-то часок, мы сидим, болтаем, ничего не предвещает беды, и я что-то начинаю светить фонариком в кусты. И я вижу, будто бы силуэт человека. И сначала я подумала, что мне просто показалось, привиделось, но потом я пригляделась как-то, и смотрю, действительно, там сидит мужик в кустах с бутылкой пива, наверное, лет сорока, и пьёт пиво. Мы тогда здорово все напугались, потому что было неизвестно, как долго он там сидит, и с какой целью он там сидит, и вообще, что происходит. И моя подруга говорит этому мужику, ты вообще кто? Почему ты здесь сидишь? И тут он отвечает, да, я просто решил пиво попить, тут вижу четыре красивых девушки. Решил вам не мешать, просто хотел послушать, о чём вы говорите. Что? Послушать, о чём мы говорим? И это было очень странно, опять же, потому что центр города, ну, вообще недалеко, то есть там очень много мест, где можно попить пиво, почему он сидит именно там, в кустах. Не люблю судить людей по внешности, но выглядел он слегка странно, он был похож на какого-то немного больного на голову человека, и с такой ухмылкой, вот прям жуткой какой-то. Он вот вообще никак не хотел уходить. Мы даже пригрозили ему полиции, и только тогда он что-то встал и куда-то ушёл. И чтобы выйти с этого места, надо было выйти на дорогу, где, соответственно, фонари, и там уже очень хорошо видно полностью человека, и видно, собственно, кто идёт. Я вижу, что он вроде как ушёл с того места, но в то же время на дорогу он не вышел. И одна моя подруга сказала, что он точно не ушёл, и что он вернётся, и, возможно, даже не один. Ведь он видел, как мы там сидим, одни девушки без парней. И мы боялись сами оттуда уходить, так как единственный путь был через ту дорогу, где он, возможно, и спрятался. То есть, потому что я же не видела, как он уходит. И вокруг этого места, как я уже упоминала, была река и кусты. Ну, то есть так себе перспективы. И тогда мы решили позвонить нашим друзьям-парням, чтобы те приехали, разобрались с этой ситуацией, и забрали нас на машину. Они сказали, что через пять минут подъедут, и мы немного подуспокоились, но всё равно сидеть там было немного стрёмно. Мы продолжили сидеть и говорить, но напряжение осталось, потому что мы боялись, что этот мужик вернётся. И вот я спустя пять минут, так сказать, осматриваю территорию, свечу фонариком в кусты, и там, оказывается, всё ещё этот мужик. Только в этот раз он не сидел, а стоял всё с той же бутылки от пива и был совсем близко рядом с нами. Мы тогда реально уже очень сильно испугались, стали ему говорить, чтобы он отступил, отошёл куда-то подальше от нас. И он в этот раз был гораздо агрессивнее, и он вообще даже шаг назад не хотел делать. И тогда, наконец-то, приехала машина с нашими друзьями, там было три парня. Тогда мы крикнули этому мужику, «Вон наши парни! Сейчас они с вами поговорят!» Наши друзья тогда догнали его, и немного что-то потрясли, и убедились, чтобы он ушёл в этот раз. Потом мы ещё раз проверили всю территорию, чтобы там точно никого не было, уже было чисто, так сказать. И просто собрали вещи и ушли оттуда. Вот такая вот не мистическая, но реальная страшная история. И мне кажется, такие на самом деле самые страшные. Неизвестно, что, с какими целями этот мужик вообще сидел в кустах и подсматривал за девушками. И следующая история про самого настоящего маньяка. Эта история произошла со мной в детстве. У нас во дворе, как всегда, любили гулять девчонки. И все они были немножечко разных возрастов. Кто-то был постарше, кто-то помладше. И особенно мы любили играть в каких-то банкиров или в магазины. И вот одним летним деньком, это было не исключение, собрались мы все, чтобы играть. Сели мы возле подъезда подруги, который находился как бы напротив такого прохода. Это был небольшой проход между двумя домами. И там было не видно, кто идет, пока он не выйдет из этого прохода. День был пасмурный, тучки, дождя не было. Все нормально. Три часа дня. Мы что-то здесь сидим, значит записываем что-то в блокнотике, играем, срываем листочки. И видим, как из этого прохода выходит мужчина лет пятидесяти. Он был такой высокий и большой, с седыми волосами, в какой-то майке и шортах. Мы не особо обратили внимание на этого человека, так как рядом с домами находился колледж и офис. То есть там постоянно проходили какие-то незнакомые нам люди. Он прошел мимо нас, и одна из моих подруг заметила, что он остановился и смотрит в нашу сторону. Точнее, смотрит прямо на нас. И так он пялился на добрых минут десять. Я очень пугливая, я сразу начала что-то шептать своим подругам. И как только он увидел, что мы там перешепчиваемся, он сразу к нам подошел. И начал, значит, нас спрашивать, как у нас дела, а кто наши родители, а вообще, что, как, расскажете. Мы ничего не отвечали, и мы просто молча как-то переглядывались друг с другом. И тут он мне говорит, пошли на качелю. И я честно не знаю, чем я думала, почему. Возможно, он меня как-то, мне как-то внушил это. Но я пошла с ним на качели, которые находились недалеко, собственно. Ну, в общем, качаюсь я на этой качели. И тогда я в первый раз увидела мужское достоинство, потому что он, видимо, был без трусов. Это было очень страшно. И самое жуткое еще в том, что я жила на девятом этаже, и площадку не было видно из окна. Но частью моей сестры жила на третьем этаже, прямо вот напротив площадки, и ей все было видно хорошо. Мы, значит, качались на качелях, а мои подружки стояли вокруг нас. И тут резко из окна кричит мама одной из моих подруг, которая тоже жила на третьем этаже. А ну быстро все домой! Мы как-то испугались, и сразу побежали к ней домой. И мама подруги нас еще спрашивала, что этот мужик хотел, и что мы к нему вообще не подходили. Мы даже не знали, что ответить. Мы такие, да ничего он не хотел. Ну все, он ничего не хотел. Мы вышли из подъезда, он все еще сидел на той лавочке, где мы и раньше сидели, где мы оставили все наши вещи, соответственно. Мы подошли, забрали все наши вещи, и пошли под мой подъезд. И этот мужик подошел за нами, к моему подъезду. Мы ему сразу начали говорить, типа, что мы сейчас позвоним папе. И он ушел как бы за угол моего дома. И там за углом был такой небольшой лесной парк. И в общем мы с подружками подошли немного к углу дома, чтобы посмотреть, что он там делает. А он там стоит. Он нас резко всех сфоткал и убежал. Но, к сожалению, я еще однажды с ним виделась, когда была в четвертом классе. У нас тогда в школе была вторая смена, и уроки у меня заканчивались в 6-7 вечера. Была зима, и из школы меня забирала моя бабушка. И чтобы дойти до дома, надо было пройти через такую небольшую лесопосадку, где особо нету фонарей. И в общем мы идем, и навстречу идет какой-то мужик. И тут я понимаю, что это, скорее всего, он. Несмотря на то, что было темно, все равно как-то было... Наверное, из-за снега все равно было достаточно светло для ночи, если вы понимаете, о чем я. Вот что-то я прям почувствовала, что это он. И самое страшное, что кроме нас там никого не было. И мне показалось, что он тоже прекрасно знал, кто я такая. И когда мы проходили мимо него, он в мою сторону сказал, что это типа, девочка, иди сюда. И тут я просто сжимаю бабушкину руку, а бабушка у меня, между прочим, в прошлом спортсменка. Кричу ей, бежим! И мы побежали с бабушкой. Мы побежали в сторону ближайшего магазина, и я иногда оборачивалась немного на него, и я видела, что он в своем гигантском черном плаще бежит за нами. Мне кажется, под плащом у него больше ничего не было. Мы добежали до освещенной улицы, где были люди, и он посмотрел в мою сторону и сказал что-то типа, точнее крикнул даже, «Мразь, я тебя найду!» И скрылся, собственно, обратно в этом лесопарке. И насколько я знаю, спустя буквально неделю этого мужчину поймали, то есть полиция его схватила за... Так как, оказывается, он вообще выманивал и чуть ли не украл детей, и вообще выслеживал их, и творил страшные вещи. Бабушка сказала, что у меня хорошая чуйка. Вот такая вот история. Жуть на самом деле, и я помню, как в моем детстве какие-то были похожие случаи. Я, правда, не знаю, кого там ловили или нет, это точно. Но были случаи, когда какие-то мужики что-то засматривались на меня и моих подружек. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. И напоминаю, вы можете поставить лайк, допустим, под этим видео, а также подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Мой там инстаграм, вот это вот все, можете чекнуть. И также жду, очень сильно жду ваших историй еще. И спасибо большое, вы вообще большие молодцы. оставили очень-очень много историй под прошлым видео, поэтому у меня много контента и много чего есть вам рассказать. И вы супер радуете вообще мне комментариями. Это так приятно, пожалуйста, оставляйте комментарии. Вот. Будьте осторожны. На улице. Носите с собой что-то. Я по мне вообще как-то с ножницей походила. Хотя, насколько это вообще безопасный совет, я не знаю. Ходите лучше со взрослыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok